приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы разберем несколько типовых ошибок мужчин после расставания с женщиной с девушкой неважно в каком статусе она была там девушка или госсупруга или может быть даже жена и такое бывает или это какие-то отношалки с нашалки просуществовавшие недлительное время неважно ошибка на самом деле одна она просто делится на несколько и потом из нее очень может даже последовать плачевный вывод из этой ошибки о нем я скажу в конце о выводе который не должен по идее последовать и так в чем ошибка отслеживать ее дальнейшую судьбу это нарушение так называемого сам часа что она сейчас делает и самое главное друзья не кривите душой нашла ли она себе там мужика кого-то оленя самца и так далее и вот ну и чем занимается но как правило вот на этот предмет и опять же немножечко забегая вперед о плачевном результате все это делается не просто так все это делается в той или иной степени по практике общения с многими камрадами с прицелом на камбэк это не обязательно что вы ждете камбэка что вот она придет покаяться к лица вернется а я там ее прощу может быть и не прощу вот просто чтобы он был ну самолюбие потешить как говорится чтобы она осознала чтобы она поняла кого потеряла короче говоря не важно что вы там думаете делать это так или иначе все вокруг камбэка крутится само отслеживание это и есть ошибка потому что по идее вы должны от санчастица вас не должны не радовать ее там неудачи не огорчать ее удачи в принципе людей на земле 8 миллиардов она должна стать одним из в общем-то абсолютно пофигу но на какие моменты эта ошибка делится на какие более маленькие ошибки вы начинаете отслеживать я уже сказал что это неправильно но уж если вы в это вляпались в отслеживание давайте подумаем какие правильные выводы из этого дела из той информации которую вы будете получать потому что ошибки заключаются в неправильности трактовки информации и так собственно вы отслеживаете нашла ли она нового оленя так вот допустим она его не нашла ну вариантов соответственно два на его либо нашла либо не нашла. Допустим, она его не нашла. Знаете, какие выводы зачастую делают комрады? Ну, не такая уж она и развратная. То есть, значит, проблема была не в поиске новых отношений. У нее не было запасного аэродрома, не было воська никакого, иначе бы она сразу перепрыгнула на другую ветку. Значит, проблемы были именно в наших отношениях. Значит, я не устраивал. Может быть, посмотреть на себя. Может, я в чем-то не прав был. По крайней мере, она мне много раз об этом говорила. Что ты, ты, ты виноват. Ну, естественно, она вас виноватила. А как без этого это основная манипуляция? Короче говоря, ни на какую новую ветку она не прыгнула. Поэтому, может быть, что-то и во мне было, и может быть, все-таки рассмотреть камбэк. Друзья, это неправильно. Смотрите, шанс, что она станет искать новые отношения, он 100%. 200%. Ну, новые отношения или там сношения, неважно. 200%. И если вы выявили информацию, что не найдены, это не значит о том, что ей бы не хотелось. Это не значит, что она такая порядочная, и ее просто не устраивали ваши отношения. Это значит всего лишь то, что она их не нашла. Вы помните ее моложе. Скорее всего, если какое-то длительное время вы с ней прожили, то помните ее моложе. Причем моложе здесь не надо думать только то, что это по внешке бьет возраст. Это, в первую очередь, бьет по личности. То бишь, человек с возрастом становится воршливей, озлобленней, более капризный, разбалованный, может быть, кстати, вашими стараниями. И поэтому сейчас это другой человек. Ну, внешка тоже страдает с возрастом, разумеется. Это другой человек. Скажем так, ее ликвидность на брачно-отношательском рынке, она здорово снизилась. А она могла ее изначально переоценивать и потом не начислять износ. Это очень частое явление среди женщин. То есть, они изначально считают, что вас одарили просто собой. Сильно переоценивают. Вы ей одолжение сделали, по сути, что с ней замутили. Она будет считать, что это она в одолжении сделала. Это во-первых. Во-вторых, износ на собственную личность начислять практически невозможно. Это видно со стороны. В ее понимании она только лучше становится. Понимаете? Она как вино, скажем так, или скорее как коньяк. Вот. А на практике это как неправильно хранимое вино, которое в уксус переходит. Но далеко не как коньяк в дубовой бочке. Так вот, она не оценит порчу своей личности. Внешка, да на любой, зайдите в любую группу, скажите там сорокалетней бабушке, что она бабушка. Она вам расскажет, как она восемнадцатилетним фору может дать. Они зеленые с ними не о чем, а она да у нее в шестьдесят лет только жизнь начинается. Короче говоря, внешку они свою тоже оценивают, мягко говоря, не объективно. И поэтому то, что было тогда, и то, что вы считали, что это так, вы ее помните то и воспринимаете как ту. А то, что сейчас это уже, да, мягко говоря, это уже все как бы не воспринимается. Дальше она тоже помнит те времена, когда она собственно вас нашла. А сейчас времена другие. Я по практике вот как раз поохотился на оленей, по практике охоты на оленей. Я могу сказать, что сейчас оленя найти не так уж просто. То есть они поделились на две части глобально. Это либо графоманы сумасшедшие, она будет знакомиться, с ней тоже будут активно знакомиться, писать, писать, как дела, доброе утро, добрый вечер, чем ты занимаешься, чем ты интересуешься, вот, а ты гуляла сегодня, а ты ездила в отпуск в этом году, вот, а что ты там видела. Но они, в общем-то, встречаться не будут. Вот, это чокнутые графоманы. Дальше, все-таки МД дает свои плоды и какое-то количество мужчин просто прозревают. И они уже от этих отношений, ну его нафиг, отошли. То есть оленя, который прям поедет, найти трудно. Представьте, за пару недель, наверное, ну может за 10 дней, мне не удалось найти оленя, который поедет на очень хорошую внешку женскую. А теперь представьте, если бы вдруг нашелся, ну, один-два, могло бы, хорошо, три, фантастика. Что, все три сразу обеспеченными станут? Я же, по сути, предлагал приехать в гости. Приехать буквально круче некуда, на разовые снашалки. Так, блин, если бы их трое приехало, какой процент бы из трех впрягся бы в обеспечунство. Да, скорее всего, был бы Мэйджи Клав, если бы это реально тетка была, ну, чпокнула и исчез. Все. Вот. Никто бы впрягаться особо не стал. То есть ни одного не найдено просто навстречу. А вы поймите, что обеспечун, это, ну, в лучшем случае, там, 10% от тех, которые навстречу согласятся. То есть найти его довольно трудно сейчас. Это либо, я еще раз говорю, чокнутые графоманы, либо это уже прозревшие мужчины, которые может даже возиться не будут с отношениями и с разными отношениями. Ну, к черту. Вот. Поэтому не так уж все просто. И то, что она не нашла, это говорит не о том, что она не искала, не о том, что другие ей не нужны отношения, только в ваших проблемах были, а в том, что она объективно не смогла найти. Вот и все. О чем это говорит? Делайте выводы. Скорее всего, у вас начнут после этого виноватить. Может быть, даже если вы будете идти на контакт, она попытается закомбетчиться. То есть она сейчас ткнется в реалии. В реалии себя, уже возрастной, и в реалии того, как изменился вот этот оленей мир. И, в общем-то, у нее могут возникнуть мысли о камбеке. Но предварительно вас как следует раскатать, отвиноватить. Видишь, я же не ищу никаких отношений. Вот. Это все из-за тебя было. Ты там говорил, что ты, наверное, к Ваську хочешь уйти? Да она, может, и хотела к Ваську уйти. Скорее всего. Но Васек не нашелся. Вот. И тем более, Васек обеспечен. Ну вот, видишь, мне же ничего не нужно, значит, проблема была в тебе. Ты такой-сякой. Вот. Но, в принципе, я готов тебя простить. Вот примерно, как будет строить там диалог, если вы на него пойдете. Это первая часть. Вторая часть. Она нашла себе оленя. И тут вы такой, о, блин, упустил я свое счастье. Да, у нее такой выбор. И так далее, и так далее. Я вам уже сказал, что из огромного количества, ну, не из огромного, из огромного количества, которых я писал, писала, не поехал ни один. Из огромного количества, которые бы поехали, едва ли один прижется в обеспечуна. То есть, вы подумайте, если она оленя нашла все-таки, на каких условиях она его нашла? Не получится ли так, что вы мега олень? И то, что вы там обеспечивали, платили, заинтересовывали, плясали, как клоун перед ней, что она сейчас нашла на намного худших условиях? Разумеется, она будет говорить, что нет, блин, да это самый лучший олень. Скорее всего, на намного худших условиях. Потому что, друзья, из огромного количества, не поехал ни один, из огромного количества тех, которые бы поехали, в лучшем случае один впричется в обеспечение, вприжется. И из огромного количества, которые впригутся, представьте, какой процент на выходе, у одного будет нормальное обеспечение. То есть, ну, блин, может быть, приедет какой-то, ну, я извиняюсь, задрот, которому она скажет, обеспечивай. Он скажет, ну, ладно, на вот тебе там полстипендии моей. Вот. Ну, там, кружку кофе он ей оплатит. Ну, собственно, полстипендии нету. Что-то из этой серии. То есть, это будет какой-то, ну, бичевый чувачок, вот, который хрен с ним отдаст ей там пару тысяч рублей. То есть, даже обеспечун из огромного количества будет нормальный. То есть, на выходе нормальный обеспечун сейчас, это очень-очень сложно. Это уже поиск клада. У него высшие шансы прозреть, у него высшие шансы, что его уже раскатали, как это, женщины обидели. Короче говоря, даже если она что-то нашла, то есть ли там вообще обеспечунство, есть ли там нормальное обеспечунство, ну, на вашем уровне хотя бы, который вы обеспечивали, есть ли там нормальное общение или от вас она, как говорится, замечания не терпела по делу, а там ей, мягко говоря, осыпается, ее все устраивает. Почему? Потому что ей нужно доказать, что я могу. Вот, поэтому она может полную дичь терпеть какое-то время. Потом его сольет, разумеется, ну, если живо останется. Так вот, что вы должны понять, если нашла? Что развал ваших отношений был, опять же, причина не в вас. Если она в вас, вы ее четко знаете, эту причину. Вы косанули, допустим, в чем-то. Но если это просто какие-то абстрактные, ты меня не понимаешь, моей тонкой тонкости, моей толстой толстости, блин, все, причина не в вас. Это всего лишь манипуляция в виноватчине. Ваши отношения должны были развалиться, особенно если вы ходили в ЗАГС. Особенно. Потому что ЗАГС это, по сути, пункт плана, который просто открыживается. У нее должен быть ЗАГС. В этом же плане стоит развод, потому что сейчас общество, оно, ну, в основном разводится. Семьи, господ, вот эти браки, они не держатся. Поэтому развод, он почти равняется по вероятности нахождения в плане тому же ЗАГСу. Потому что больше 90% разводов. И развод для нее такая же часть плана, которую нужно отработать. Более того, если она пошла в ЗАГС, она готовилась или тянула вас, она готовилась к разводу. Я уже много раз говорил, что ЗАГС, регистрация брака в ЗАГСе, семейный кодекс не регулирует ни одну сторону семейных отношений. Он регулирует только порядок развода и регулирует таким образом, что вы субъект в пораженных правах. А она сверхчеловек. Почитайте семейный кодекс, я это тоже много раз перечислял. Короче говоря, это действительно так. Поэтому если она говорит, надо пойти в ЗАГС, то значит ей нужно определить порядок развода. Больше ничего ЗАГС не определяет. И этот развод был 100% заложен типа в ее плане отношений. Поэтому, что может последовать дальше? Может последовать слив этого оленя. Она вам доказала, какая она востребована. Вот, все. Но тоже слила оленя. Типа начнется, что она такая порядочная. Все. Она вспомнила о вас. Короче, она начнет камбычить. Потому что оленя она сольет попросту. Он, мягко говоря, не обеспечен. На вашем уровне он не предоставляет обеспечения. Или не такой клоун хороший, как вы. Поэтому, естественно, она его сольет. Ей нужно там будет просто доказать сам факт, что это возможно. Вот она нашла кого-то на замену. Вот. И теперь вы должны понять, как вы были неправы. Какая она вся востребована в хвост и в гриву. И, соответственно, там, камбэк. Ну, скорее, ваш камбэк должен быть. Вы должны о нем умалять. Ее камбэк, но вы должны умалять. Короче говоря, друзья, вот такие ошибки. Поэтому анализируйте. Если уж вы вышли на эту информацию. На нее не надо было выходить. Надо было сам часик. Но если вы на нее вышли, то анализируйте ее правильно. Делайте выводы. Не нашла. Не потому, что порядочная там и ей не нужны другие отношения. Потому, что просто не нашла. Банан это всего лишь банан. Нашла. Это, опять же, не то, чтобы она там супер востребована. Вы все-таки попробуйте оценить в таком случае, что она нашла и кого. И, скорее всего, там будет по принципу отморожего уша на зло маме. Так вот, тоже делайте выводы. Поэтому камбэка быть не должно. Вот это главная ошибка. Я сказал, что я к ней подойду в конце. Это самая главная ошибка. Камбэк. Принятие камбэка. Либо начать на него самому еще трэш там намекать. Это главнейшая ошибка. Вот и все, собственно. Его быть не должно. Потому, что оба варианта по результатам могут толкать вас на камбэк. Камбэка быть не должно. Не совершайте эту ошибку. Ваши дерьмовые отношения после камбэка будут еще дерьмовей. Вас винователи будут виноватить еще больше. Вы извиняться должны будете за то, что она ушла и так далее. Рано или поздно. Даже если сначала она зайдет с демо-версией. Практика камрадов показывает, что потом все будет только трэшовей. Ну, еще раз, а в идеале просто ерундой этой не заниматься. Ну вот, такие соображения. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.